Утренний выход из дома для жителей ЖК «Солнечная система» превращается в настоящую полосу препятствий. У Анастасии Алексеевой пятеро детей, двое из них школьники. Занятия у них в разных учебных заведениях, по ту и другую сторону Ленинградки. Но добраться до школ для обоих – та еще задача. Один периодически вынужден зимой коротать время на автобусной остановке, ребенок не может влезть в битком набитый автобус. Второй каждый день переходит через железнодорожные пути. Родители говорят опасно, но альтернативы толком и нет. Вот этой дорогой до школы 30 минут, а в объезд полтора часа с двумя пересадками. Нам эта тропа очень нужна. Там на той стороне Ашан, на той стороне Мега. Мы здесь в поле практически. У нас один единственный продуктовый магазин. Нам нужна эта тропа, чтобы дети не погибали и взрослые тоже не погибали. Народная тропа – удобный, но рискованный выход к цивилизации. Безопасный, но затратный по времени поехать на общественном транспорте. Местные власти предлагают запустить новые маршруты к началу зимы. Жители считают, это не выход. Маршрутки не решат вопрос, потому что здесь очень много пробок. Здесь нужно обустраивать пешеходный переход именно через железнодорожные пути. Чтобы у людей был выбор выйти и выехать либо здесь, либо выехать через Ленинградку. Элементарно, если будет удобнее переход через железную дорогу, хотя бы прямой, он будет быстрее и эффективнее. Строительство перехода – не единственная проблема, которая волнует жителей Солнечной системы. Здесь есть еще как минимум один опасный участок – перекресток на улице Германа Титова. Часто ходим, приходится ходить в магазин. И очень страшно выходить на трассу, потому что таксисты ездят просто, они короли тут. Несмотря на то, что идет мама с коляской. С этими и другими проблемами жители микрорайона обратились в администрацию Химок. Чиновники отметили, часть вопросов можно решить сразу, для других потребуется время. Так, установить знак пешеходный переход на Германа Титова планируют в этом году. А ремонт дороги включен в план на следующий год. Насчет поликлиники, других соцобъектов вопрос отвечают власти глобальный. Ищут возможность запросить деньги из регионального бюджета и исполнить обещания нерадивого застройщика. Все, что есть по проекту, технический заказчик обязан исполнить и передать на баланс администрации. В связи с тем, что часть домов, запланированных урбангрупп, строиться не будут, но они до сих пор находятся в проекте планировки, мы на следующий год рассмотрим на месте их строительства социальные объекты, которые по просьбам жителям, в частности поликлиникам, возможно, будут. И обязательно рассмотрим благоустройство больших общественно значимых территорий. Инициативная группа уже давно борется за комфорт своей жизни. Среди замечаний – перекрытый строительным забором въезд в жилой комплекс, отсутствие поликлиники и благоустройство. Но некоторые проблемы все же удалось решить. Жилой дом, жилой квартал превратили в мусорную свалку бытовых отходов. Проблема долгое время не решалась. На текущий момент, насколько знаю, там и баки лишние дополнительные поставили. В целом свалки такой же не образовываются. Список вопросов обширный. Для решения всех необходимо личное посещение микрорайона чиновниками. Уже на этой неделе запланировали несколько встреч с жителями. Наш телеканал продолжит следить за развитием событий в Солнечной системе. Продолжение следует...